Помидоры, перцы и огурцы, яблоки, зелень и свежая малина. Прямо во дворе, что на улице Янки Купалы, торговля идет бойко каждый день. Комфортно устроившись за столиками, женщины предлагают товар на любой вкус и кошелек. Это одна из четырех новых специально оборудованных мест торговли, появившихся в Бресте этим летом. У пенсионерки Елены Дмитриевны вся продукция домашняя. Выращивает на даче и привозит продавать в Брест. Говорит, раньше приходилось торговать с земли, а в случае, если начинался дождь, приходилось сворачиваться. Мы очень благодарны администрации, депутатам, которые по нашей просьбе установили нам, пожалуйста, вот этот навес для торговли. Мы пенсионеры, что-то вырастили на даче, себе закрыли и можем продать. Народ рад и мы очень благодарны. Благодарны всем, кто принял участие и строителям, и администрации, и депутатам, кто нам помогут в этом. Всего в Бресте 11 оборудованных локаций для уличной торговли, которые включают в себя 52 места. Новые объекты появились на городской карте по следующим адресам. Улица Янки, Купалы, напротив Брестского чулочного комбината, партизанский проспект за магазином «Восток». На пересечении улиц Городская и Радужная, а также по улице Суворова. В ближайшей перспективе запланировано оборудование навесов еще на двух локациях. С целью исключения торговли физическими лицами выращенной плодовощной продукции из земли по инициативе администрации города, депутатского корпуса, санитарно-эпидемиологической службы города Брест и Брестского района, дополнительно созданы места под навесами для торговли физическими лицами. Планируется оборудование мест для торговли физическими лицами с навесами по улице МОПР и Гаврилова. На территории области действует специальный план мероприятий, регламентирующий торговлю в неустановленных местах, утвержденный председателем Брестского облсполкома. В его реализации принимают участие все заинтересованные службы и ведомства. Органы власти, учреждения государственного надзора, налоговые инспекции, УВД, субъекты хозяйствования. Кроме широкомасштабной разъяснительной работы, в рамках компетенции служб принимаются меры административного воздействия. За из тех же период года составлено где-то 252 протокола об административном правонарушении по части 8, части 10 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.